Вот уже много лет Нижняя терраса нуждалась в современной спортивной площадке, где бы могли заниматься местные ребята. Единственный крупный спортивный объект на весь район – это стадион «Волга», построенный в 50-е годы прошлого века, уже не мог вместить всех желающих вести здоровый образ жизни. Теперь вопрос, куда сходить потренироваться, для жителей отпал сам собой. На улице шоферов их ждет физкультурно-спортивный комплекс «Фаворит». Жители микрорайона высказали пожелание, чтобы правительство, губернатор учили их просьбу и построили в этом микрорайоне развитую инфраструктуру. И было обозначено строительство ФОКа. Была написана заявка в Министерство спорта Российской Федерации. Мы вошли в федеральную целевую программу. И вот этот объект строился в рамках федеральной целевой программы. Здесь есть и федеральные финансирования, есть и региональные, есть и муниципальные. Затраты на строительство и оборудование комплекса составили около 136 миллионов рублей, половина из которых – средства областного и муниципального бюджетов. На душе хочу поблагодарить каждого, кто принимал участие в создании структурно-раздоровительного комплекса. И всех архитекторов, и проектировщиков, и инженеров, да и все строительные подрядные организации, чьими силами возведен данный комплекс. Спасибо, дорогие друзья, вам за то, что выполнили задачу профессиональной и необходимой сроки. Глава региона вручил благодарственные письма всем сотрудникам, которые принимали активное участие в строительстве объекта. Открыть новую площадку прибыли гости из федерального центра. Спортсмены, чемпионы мира по боксу Наталья Рогозина и Николай Валуев, президент Федерации хоккея Владислав Третьяк и председатель Центра Союза Российской Федерации Дмитрий Зубов. Мы приехали поддержать, как спортсмен, да, это гордость наша, дети, наше поколение, наше будущее, есть поддержка, это замечательно. И я в Ульяновске была в последний раз, скажу, в 99-м году, это был чемпионат России по боксу женскому, и я выиграла. Но скажу честно, девочек из Ульяновска я не била. ФОК будет ориентирован на проведение командных мероприятий по волейболу, баскетболу и мини-футболу. В спортивный комплекс ходит тренажерный зал, который смогут посещать 150 человек в день. Ну и самое главное, это универсальный зал для игровых видов спорта. А с помощью специальных разделительных штор на одном паркете смогут тренироваться сразу по трем направлениям. У нас уже заявка на вот эти выходные, 10-11 числа будет проходить кэс-баскет, предварительный этап. И на следующей неделе, 17-го числа, уже областной этап кэс-баскета, поэтому заявки уже распределены практически на 2-3 месяца вперед. Уже сформировано штатное расписание работы комплекса. Предусмотрены и социальные часы для многодетных семей и социально незащищенных слоев населения. Анна Тищенко, Новости Ульянской правды. Новости Ульянской правды.